Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» о главных новостях прямо сейчас. В студии Ольга Алексеева. Смотрите сегодня. Погасить очаг заражения. В Ядрине ужесточили меры по предотвращению распространения коронавируса. Всегда на связи. В детском саду «Новоград» провели онлайн-собрание с родителями. Личная ответственность. В Рио главы Чувашии Олег Николаев провел совещание с главами муниципалитетов и городских округов по обращениям из соцсетей. Сегодня впервые за время пандемии в Чувашии количество тех, кто выздоровел от коронавируса, за сутки превысило число заболевших. Вылечились 157. Итого в общей сложности 922. Диагноз подтвердился еще у 73-х человек. С начала года в Чувашии 2545 случаев COVID-19. 12 человек умерли. Один из них за последние сутки. Ограничительные меры в Ядрине ужесточены. Это итог вчерашней поездки членов рабочей группы Республиканского оперативного штаба. Сегодня наша съемочная группа побывала в одном из серьезных очагов заражения, чтобы проверить, соблюдаются ли новые требования. На въезде в Ядрин установлено два блокпоста. Проверяются все машины. Транзитный проезд через Ядрин, Ядринский район. Закрыт. Не, а вы объясните нам, как нам товар забрать? Вы сотрудник какого-то предприятия? Нет, участник. К сожалению, мы вас пропустить не можем. Заехать в Ядрин могут только имеющие прописку в городе жители или работники предприятия с непрерывным производственным циклом. Остальных сотрудники ГИБДД разворачивают. Еще один объект нашей проверки – рынок. Там вчера торговали немало людей. Сегодня рынок пуст. Работает только одна точка. Здесь продают рассаду. Открыто только вот такие помещения, где все индивидуально. Я не пускаю. У меня, видите, стоит полтора-два метра ширина около каждой грядки. У каждой полосы есть дезинфицирующие средства. Обслуживаю клиента только в масках и перчатках. По-другому не допускаются. Ко мне сегодня подошли и сказали, я имею право торговать только вот здесь, в этой теплице. Ни на улице, нигде, только в этом помещении. Меньше стало покупателей в магазинах. Опустили улицы. В полную силу заработал режим самоизоляции. Жители из группы риска могут купить продукты в ближайшем магазине, лекарства, в аптеке. Обычные прогулки нежелательны. Каждые два часа обрабатываем. Меняем перчатки, маски. Дезинфицируем входы, выходы. На кассе у нас используются антисептические средства. Дополнительно одноразовые маски, у кого нет возможности приобрести. Пока такая ситуация указом введена на две недели. Как все знаете, Ядринский район лидирует. Пытаемся переломить ситуацию всеми силами. Хоть и с опозданием, но жители осознали. Их безответственность – прямой путь к заражению. Как изменится ситуация, покажет время. Александр Соловьев, Алексей Зотиков, Павел Оридков, Республика. Оперативный штаб Чувашской Республики настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Ядрин в ближайшее время. МЧС России провело по всей стране масштабные санитарно-профилактические мероприятия. Перед специалистами была поставлена задача – уменьшить риск заражения коронавирусом на социально значимых объектах. За апрель-май было обработано свыше 20 тысяч зданий и сооружений. Побывали спасатели и на Чебоксарском заводе промышленных тракторов. Санитарная обработка проводилась с использованием специального обеззараживающего раствора, безопасного для здоровья людей. Пожарно-спасательными подразделениями отрабатываются действия при работе в зараженной зоне и выходе из нее. Дополнительно принимаются меры по дезинфекции служебных бытовых помещений, дезинфекции техники. В первую очередь были обработаны все контактные поверхности и рабочие места. Проделана и другая работа. Одно из самых важных мероприятий, которые мы провели, это создание санитарных постов. Совместным решением с первичной профсоюзной организацией было создано 12 санитарных постов. Назначены ответственные. Это в первую очередь в цехах. На некоторых цехах, в некоторых корпусах по два санитарных поста. У наших работников, за счет в том числе установленного современного инфракрасного телепорта, определяется температура на входе. Но, безусловно, необходимо замерять температуру в течение дня. Вот как раз те ответственные санпосты занимаются этими вопросами. Замеряют, записывают в журнал, отслеживают, нет ли повышенной температуры. Если какие-то возникают вопросы с масками, тоже можно обратиться на санпост. Там всегда имеется необходимый запас. Адресная помощь. Ее в виде продуктовых наборов получают многие категории граждан. В их числе пожилые люди старше 65 лет с ограничениями по здоровью. Уже доставлено более 14 тысяч наборов. В списке нуждающихся и жителей Чебоксар. От всей души желаю вам крепкого здоровья. И примите, пожалуйста, продуктовый набор в качестве скоростной помощи в эти тяжелые, трудные времена. Еще в начале режима ограничений по инициативе в РИО главы Чуваши Олега Николаева был создан Республиканский волонтерский центр. В него вошли многие общественные организации. Волонтеры-медики, волонтеры-победы, православный волонтер. Не остались в стороне и студенты чувашских вузов. Полина стала волонтером год назад. Хочется помогать людям, особенно сейчас, в непростое такое время, в пандемии. Мы стараемся, конечно, у нас очень много работы. Мы понимаем, что мы очень нужны и люди нас благодарят. Я считаю, что это очень почетно быть волонтером. Особое внимание тем, кто даже в обычное время нуждается в поддержке. Это инвалиды и пожилые люди. В наборе все самое необходимое. У нас в продуктовый набор входит манная крупа, печенье, конфеты, макароны, а также душонка, молоко и мука. Люди нас очень благодарят, очень рады, что мы помогаем. Очень много на самом деле сейчас одиноких бабушек, пожилых людей, правда одиноких. И вот мы приезжаем, и они так просто, ну такой вот трогательный момент, потому что они готовы нас чаем напоить, нас обнять, очень хотят пообщаться. То есть потребность в общении очень острая. Но нам по правилам нельзя даже в квартиру заходить, поэтому мы строго не заходим. Но они очень-очень-очень рады. Волонтерская работа многофункциональная. Ребята участвуют в рейдах мобильных групп, привозят по заявкам продукты и лекарства. А после снятия ограничений у них останется очень ценный опыт совместных действий в чрезвычайных условиях. Валерия Друженец, Андрей Шоклев, Республика. Социальные сети как инструмент обратной связи и оперативного принятия решений. Уже который раз в Рио главы Чуваши Олег Николаев обращает внимание глав муниципалитетов на проблемы, озвученные на различных онлайн-платформах жителями районов. На самой первой встрече была поставлена конкретная задача. Закрыть несанкционированные свалки, наладить работу межмуниципальных полигонов и рассмотреть возможность раздельного сбора мусора. Работа идет полным ходом. Буквально сегодня на коротке докладывался мне министр природных ресурсов Александр Юрьевич, что в этом направлении буквально уже со следующего месяца будет серьезная активизация работы. Поэтому прошу коллеги еще раз очень критически посмотреть на комплексную территориальную карту обращения твердых коммунальных отходов. В случае необходимости нам его надо оперативно скорректировать, потому что она является основой организации обращения черных коммунальных отходов с прицелом на более глубокую переработку. Это муниципалитетам еще предстоит сделать. А вот свалка в лесу, которая образовалась в Ибресях, уже ликвидирована. Эту свалку мы убрали на следующий же день, после того, как получили сообщение. На сегодняшний день там полный порядок. Ну, народ там отдыхает. В связи с новой ситуацией, скажем так, скоплений народа не наблюдается в данном месте. Молодец, выдержали тест. Еще одна проблема, озвученная в социальных сетях, полностью исчерпавшая свой ресурс, дорога Шамалакова-Яманчурина, что в Яльчикском районе. Ездить по ней просто невозможно. На текущий период, в кого Чуваш-упортор Минтранса Чуваши провел электронный опцион по капитальному ремонту данной автомобильной дороги, заключен государственный контракт ООО «Водорстрой» на сумму 232 миллиона 740 тысяч рублей, общей протяженностью 6 километров 185 метров. Подрядчик ООО «Водорстрой» планирует приступить к работе в августе месяца текущего года. Жители жалуются на отсутствие газа в Цивильском районе, закрытие школы в деревне Большие Карачуры, отсутствие качественных дорог в населенных пунктах. Вера Орешкина, жительница поселка Кугеси, одна из тех, кто обратилась к врио главы Чуваши Олегу Николаеву с просьбой проконтролировать вопрос укладки новой дороги по улице, где она живет. Работы начались, но по неведомой причине асфальт не дошел до дома многодетной семьи. Обращения в администрацию Чебоксарского района ни к чему не привели. В данном случае это даже не просто наша топанья ножкой говорит, что нам это очень нужно. Это нам очень необходимо по той причине, что здесь творится полное бездорожье. Вот даже можно посмотреть за моей спиной, то, что прошел дождь и весь песок уже смыл сюда. Весной и осенью здесь очень грязно и невозможно проехать не на машине. Получилось так, что асфальт нам делают вот до этого столба. И то есть мой дом остается вот такой участок без асфальта, без дороги. Любой дождь, любая грязь, все стекает ко мне вот сюда. И тут образуется огромная лужа. У нас трое детей, многодетные родители. Как бы нас это не то, что, мягко говоря, не устраивает. Нам бы очень хотелось, чтобы и около нашего дома, как и по всей улице, был асфальт тоже. Олег Николаев еще раз напомнил, что решать муниципальные проблемы должны местные власти. Быть в теме и принимать быстрые решения. Именно этого ждут от них жители. Ситуацию с обращениями граждан в Рио главы Чувашии держат под личным контролем. Ольга Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. Организация перевозок и регулирование цен за проезд, капремонт дорог, укрепление материально-технической базы, учреждения здравоохранения. В текущем году финансирование этих направлений увеличится в разы. Об этом говорили сегодня в Доме правительства. На заседании звучали конкретные цифры. Так, на ремонт дорог из федерального бюджета выделены 142 миллиона рублей. На эти средства обновят дороги не только регионального, но и межмуниципального значения. Важный аспект – изменение в правилах перевозок и регулирования тарифов. Насколько способны муниципальные образования выполнять эти домы очень качественно. И соответствующим образом регулировать пассажирские перевозки. Вот, я сейчас имею в виду. И как будет обеспечиваться методически этот процесс? У нас на сегодняшний день, например, регулирован тариф по перевозке на муниципальных маршрутов. Дополнительные средства направят на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Владимир Степанов отметил, что объем финансирования госпрограммы на ближайшие два года увеличится на 1 миллиард 737 миллионов рублей. Большая часть указанной суммы – это средства республиканского бюджета и около 700 миллионов рублей – федерального. Эффективность принимаемых мер по борьбе с коронавирусом сейчас тоже на особом контроле правительства. Данные муниципалитетов по заболеваемости формируются в таблицу. Из нее ясно, где борьба идет успешно, а где нет. В неблагополучной с точки зрения распространения инфекции районы направляются республиканские мобильные группы, чтобы на месте определить слабое звено. Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Игорь Зверев, Республика. Почти виртуальное общение. День российского предпринимательства прошел в республике в новом дистанционном формате, но не стал от этого менее ярким и зрелищным. А тех, кто, несмотря на сложную экономическую ситуацию, двигается вперед – в сюжете Натальи Мальчиковой. Держать марку в условиях кризиса совсем непросто. Надо оперативно принимать решения, постараться сохранить коллектив и вовремя выплатить зарплату, даже если нет прибыли. В короткий срок переоборудовать мощности, если того требует обстоятельства. Стратегия ведения личного бизнеса напрямую влияет на развитие республики и ее экономику. Об этом на разных площадках говорили участники онлайн-встречи. Прямые включения шли из торгово-промышленной палаты, бизнес-инкубатора, дома правительства. Все те трудности, которые сейчас на нас навалились, конечно же, мы пройдем с вами вместе, как это много раз бывало. Возможно, какие-то отрасли преодолеют эти трудности быстрее, некоторые чуть-чуть дольше. Но в целом я убежден, что все нам удастся. Меры государственной поддержки в условиях пандемии беспрецедентны. Средства выделяются из федерального и республиканского бюджета. В планах правительства объединить все структуры развития и поддержки бизнеса, чтобы по принципу одного окна оказывать весь спектр услуг и сервисов. Ведь бизнес молодеет, в ряды предпринимателей все чаще приходят молодые, амбициозные кадры. Очень помогают бизнес-инкубаторы. Своим опытом готовы делиться профессионалы от производства. Сегодня мы способны, если с поддержкой власти, создать больше рабочих мест с хорошей оплатой. И мы уже сегодня конкурируем на мировом рынке с лучшими мировыми марками и производителями. Надо работать самим и достигать поставленных целей. Консультационной и объединяющей площадкой уже многие годы является торгово-промышленная палата. Много обращений в палату поступает с разными просьбами. Мы стараемся помогать, консультировать и так дальше. Надеемся, что истории успехов молодых предпринимателей будут продолжаться. Я искренне поздравляю всех с Днем предпринимательства. Удачи всем. И вместе мы будем сильнее. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», главный ориентир которого – улучшение предпринимательского климата в Чувашии, сегодня реализуется целый ряд проектов и программ. В числе победителей республиканского конкурса «Лучший предприниматель-2019» оказались те, кто активно пользуется мерами господдержки. Заслуженные награды некоторые победители получили сразу, другие – чуть позже, когда будут сняты ограничения. Онлайн-праздник завершился выступлением кавер-рок-группы «Клуб ТТП». Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, «Республика». Среди победителей традиционного республиканского конкурса – предприятие «Инвал». Оно стало лучшим малым предприятием Чувашии за 2019 год. Предприятие «Инвал» 25 лет занимается поставкой оригинальных запчастей из заводов-изготовителей на все автомобили российского производства и иномарки на спецтехнику. Сейчас ему доверяют такие госконтракты, как обслуживание республиканского парка скорой помощи. Среди клиентов магазина крупные предприятия – агрегатные, тракторные заводы, химпром, теплосеть, Чувашенерго. Нам устраивают качество запчастей, цены запчастей и отзывчивость подавцов. И в выходные можно обращаться, и в праздники можно обращаться, и по телефону заказ принимают. Ассортимент, качество товара, приемлемые цены, индивидуальный подход к заказчикам и социальная ответственность – критерии, которые сделали «Инвал» одним из лучших малых предприятий Чувашии 2019. Я очень благодарна агентству по поддержке малого бизнеса. За их реальную помощь. Эта реальная помощь нам помогала развиваться, поддерживать ассортимент, увеличивать из года в год. Мы закупали оборудование новое, каждый год приходится обновляться, и программное обеспечение. Построили мы свой автосервис. Сейчас предприятие само оказывает поддержку своим друзьям и партнерам – школам, инвалидам, больницам, спортсменам с ограниченными возможностями здоровья, творческим людям. Верховный суд вынес приговор по факту реабилитации нацизма. Установлено, что в декабре 2017 года 21-летний чебоксарец разместил на своей странице в социальной сети информацию, восхваляющую действия фашистов и принижающую значимость победы советского народа в Великой Отечественной войне. В ходе обыска по месту жительства злоумышленника были обнаружены многочисленные предметы с нацистской символикой и изображениями свастики. В том числе копии предметов одежды фашистско-немецких войск, их медалей и атрибутики, свидетельствующие о том, что он разделяет националистические взгляды и одобряет идеологию фашизма. Дела о преступлениях этой категории находятся в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации Почувашской Республики на особом контроле. Мы будем и впредь продолжать работу, направленную на выявление подобных фактов, давая каждому из них принципиальную правовую оценку. С момента размещения публикации он умышленно не удалял ее до января текущего года, то есть до пресечения его действий сотрудниками правоохранительных органов. Отмечаем, что ранее молодой человек уже неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных деяний. Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя, виновным назначен наказание в виде штрафа в размере 33 тысяч рублей. Отопительный сезон в столице республики завершился. Он прошел в штатном режиме. Каких-либо серьезных сбоев не зафиксировано. Чтобы следующий был таким же благополучным, коммунальщики уже готовятся к работе в осенне-зимний период. В Чебоксарах начались гидравлические испытания и промывка тепловых сетей. В связи с этим будет на короткое время отключена горячая вода. Всего под ограничение попадут около 200 многоквартирных домов и социальных учреждений. Не более 14 календарных дней по нормативным документам, не больше. Но где будет возможность, будут включаться пораньше. Специально выдерживать 14 дней мы не будем. По постановлению главы администрации города, к отопительному сезону должны подготовить 47 котельных, 34 тепловых пункта и заменить около 9 километров тепловых сетей. Помимо этого у коммунальщиков много других дел. Также до сентября месяца запланировано подготовить 920 тонн угля для котельных завозья, муктеплосеть, более 13 тысяч тонн мазута для Чебоксарской ТЭЦ. Текущий ремонт котлов по городу Чебоксары планируется с июня месяца по сентябрь месяц. С графиком отключения горячей воды можно ознакомиться на сайте управления ЖКХ. Александр Соловьев, Николай Скворцов, Республика. В этом году в детские сады Чебоксар должны поступить около 7500 детей от полутора до трех лет. Прием должен был начаться 1 июня, но в условиях коронавируса этот срок перенесен на неопределенное время. В детском саду номер 205, который находится в новом городе, прошло родительское собрание, конечно, в режиме онлайн. Вопросов у родителей много. Льготы, работа дежурных групп и адаптация детей. Но самый актуальный, когда начнется прием и когда сдавать необходимые анализы. Ответ на эти вопросы один. Точной даты нет. Необходимо ждать особого распоряжения правительства страны. Но дошкольные учреждения стараются не терять связи с родителями. Мы заранее, по предварительным проработав предварительные списки, создали свой чат. Чат родителей, поступающих детей и детского сада. Так его и назвали. Добро пожаловать в Новоград. Включили туда всех родителей, которые могли задать свои вопросы заранее, которые выражали свои переживания, свои вопросы, свои пожелания. Мы все это сгруппировали, собрали, провели анализ. И потом провели вот такое открытое онлайн-собрание. Пока действует режим ограничений, узнать о будущем садике подробнее можно из экскурсии онлайн. На вопросы, которые возникают после такого посещения, отвечают на собрание в режиме ВКС. Есть ли дополнительные платы на занятия в бассейне во втором корпусе нового года, если с первого корпуса водить ребенок? Да, конечно, такой вариант возможен. Безусловно, в вечернее время вместе с ребеночком идете во второй корпус, и инструктор по плаванию будет заниматься с вашим ребенком. Ответы получены, родители довольны. Но чат будет продолжать работать, заверили воспитатели детского сада «Новоград». После того, как в списке детей утвердят, будет организовано еще одно собрание. Такой формат общения применят и в других детских садах Чувашии. Ольга Алексеева, Павел Рядков, Республика. Сегодня исполнилось 130 лет со дня рождения классика чувашской поэзии Константина Иванова. Самое известное его произведение, поэма «Нарспи», переведено более чем на 20 языков народов бывшего СССР и иностранных. Константин Иванов прожил короткую, но яркую жизнь. Ученик и сподвижник просветителя Ивана Яковлева. Он переводил на чувашский язык религиозные тексты, произведения Лермонтова, Бальмонта, Некрасова, сам писал стихи. Самое важное свое произведение он создал в 17 лет. Кроме этого, был художником, фотографом, изобретателем. В экспозиции Литературного музея в Чебоксарах хранятся поистине удивительные вещи, свидетельствующие о том, какой неординарной личностью был Константин Иванов. Это конструкция деревянной печатной машинки, которая сконструировал собственноручный сам Константин Васильевич Иванов. Константин Иванов умер от туберкулеза в неполных 25 лет. И это невосполнимая утрата для чувашской культуры. Прожив он дольше, его вклад в духовное наследие был бы еще значительнее. Традиционное возложение цветов к памятнику Константина Иванова состоялось сегодня в селе Слагбаш в Башкирии, где родился и похоронен поэт. Сегодня общероссийский день библиотек. Это профессиональный праздник всех тех, кто не представляет свою жизнь без книг. Национальная библиотека Чувашии объявила республиканские акции «История моей библиотеки» и «Поздравь любимую библиотеку». Организаторы предлагают написать краткую историю о библиотеке, сделать видео или фотообзор. Опубликовать отдельным постом в соцсетях с хэштегами «История моей библиотеки», «Чувашия 100» и «Челлендж Чувашия». Самые интересные найдут место в рубрике «100 библиотечных историй» на специальном сайте Чувашская республика «Летопись столетия». В республике проводят итоги голосования онлайн-конкурса творческих семейных работ «Чувашия в сердце моем». Организаторы посвятили его столетию автономии. Конкурс сплотил разные поколения семей. Из 200 присланных работ жюри выбрало 72. Они соответствовали всем требованиям. Вокальное, декоративно-прикладное творчество, история семьи в истории Чувашии, техническое творчество и другие. Отдать свой голос за понравившиеся работы могут все желающие на официальном портале органов власти. Это были новости среды. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова